Всем привет, мои дорогие подписчики! А кто еще не подписчик, уже, наверное, пора стать подписчиком, потому что впереди у нас очень-очень много интересного, потому что я не выбираю себе машины, которые не ломаются. Я себе беру, всегда покупаю машины, которые надо делать. Уже даже была как-то одно время у нас дискуссия с моим уважаемым, многоуважаемым приятелем по поводу того, что если я куплю себе нормальную новую машину, она же не будет ломаться и мне будет скучно и неинтересно. Так вот, это правда. Поэтому не забудь подписаться на канал, можно даже прямо сейчас это сделать, и это даже лучше, чем ты сделаешь это потом. Не надо откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. Значит, сегодня, дорогие мои уважаемые, мои мотоавтобратишки, в общем, все-все-все, кто имеет отношение к какому-либо транспорту, но все-таки больше к автомобилям. Сегодня покажу, как прошить мозги МИКОС-71 под датчик абсолютного давления в подробностях. То есть, вот, уже переделали, уже стоит датчик абсолютного давления, DAT, MAP-сенсор его по-другому называют. И надо прошить, надо поставить хорошую, нормальную, какую-нибудь, короче, прошивку и все, запустить мотор и поехать. Так вот, сегодня я покажу, как это все сделать подробно, в мельчайших подробностях. Ну, постараюсь даже не упустить самые-самые мелкие нюансы, которые касаются, короче, подготовки к прошивке. То есть, как собрать, я даже не знаю, как это назвать, устройство для перепрошивки, если это так можно назвать. Там куча проводов и одна кнопочка. И все, что для этого потребуется. В общем, ребят, сейчас лайк, обязательно подписочка. И тем, кому интересно, я внизу оставлю ссылочки, где можно будет скачать. Ну, а пароль на разархивирование, короче, пароль на архив найдете в этом видео. Все, ребят, погнали. Теперь сейчас я начинаю перепрошивать. Кстати, почему я решил перепрошивать? Потому что мне что-то не нравится, та прошивка, которая стоит. Нашел другую, посмотрел там параметры. Вроде более-менее ничего. Вроде как должна мне подойти. Чуть-чуть подкорректировал. Об этом будет отдельный ролик. Что и как я делаю, как я делаю корректировки. Ну, а сейчас, в общем, будем прошивать. Ну, и посмотрим уже на результат. Понравится она мне или нет. Если не понравится, верну ту, которая уже стоит. Подписался, лайк поставил. Погнали. Первым делом, конечно же, открываем капот. Ну, и, пожалуй, нам надо будет вытянуть аккумулятор. Так как мозги надо будет подключать к нему. Ну, я не знаю, наверное, сниму все-таки. Хотя была мысль на установленном аккумуляторе просто скинуть клеммы и подключиться. Ну, все-таки, наверное, сейчас его скину. Так будет и видео поинтереснее. Да и в целом, наверное, так должно быть правильно. То есть сейчас снимаю аккумулятор. Дальше снимаю мозги. Но это уже из салона. В общем, я недолго думал и впер аккумулятор прямо на стол. Дальше снимаю мозги. У меня блок управления двигателем находится здесь. Я уже в некоторых видео это показывал. Блок управления двигателем мы сняли. Я снял. Вообще он должен стоять здесь. Но его отсюда перенесли сюда, потому что здесь текла вода из-под стекла. Ну, там или герметик уже высох, или бог его знает. Ну, в общем, оттуда текла вода и вот тут вот мозги могли намокать. Поэтому их переместили сюда. Ну, отчасти это правильно, но с другой стороны, все-таки все должно быть на своих местах. Я даже не знаю, как туда перенести. И, наверное, я этого делать не буду. Меня устраивает, что они находятся здесь. Все, продолжаем дальше. Следующим этапом у нас идет подключение. Нет, еще не подключение. Еще есть пара моментов. Теперь мне понадобится ноутбук. А еще мне понадобится вот такая кучка проводов. Что это за кучка? Это K-Line адаптер. Им можно диагностировать ошибки. И вот эти вот провода, это мы будем подключать к блоку управления двигателем. Кнопка, имитирующая зажигание. Все. Больше мне для перепрошивки толком ничего не надо. Кроме самого программного обеспечения и самой прошивки. Как оно все подключено? Сейчас попробую вот так показать. Тут я приложу схему, будет в архиве. Посмотрите, как правильно подключить. И сделаю фотографии. Что куда и что почему. Потом, конечно, я в скором времени вот это убожество сделаю нормальным. Потому что, ну, это просто, это капец. Так, это у нас идет на K-Line адаптер. Это у нас пойдет на блок управления двигателем. Кучка проводов. Так, это плюс. Это минус. Ну что, сейчас буду подключать. Я, правда, постоянно забываю схему подключения. Но, тем не менее, сейчас в телефоне ее опять отыщу. Она у меня даже не спрятана. Далеко не прячу, так сказать. И все. И можно делать. Итак, первым делом подключаем к блоку управления двигателем вот этот вот наш пучок проводов. Кстати, на проводах использовал такие малюсенькие контакты Lira. Ну, потом это уже я перенесу в разъем. Чтобы нормально было. Чтобы раз, подключил и все. Ну, потому что это как бы это... На этом у меня даже слов нет, но это ужасно. Значит, как подключать? На блоке управления... Ну, вам не видно. Да и я плохо вижу. Контакты от 1 до 58, от 1 до 58, если не ошибаюсь, или 56. Они пронумерованы чуть-чуть. По крайней мере, в начале и в конце. В начале и в конце вот. Значит, подключаем. Минус. У меня это черный провод. Так, чтобы же я не перепутал. Минус на 19 контакт. Это в первом ряду самый нижний. Раз. Дальше. Зеленый провод у меня это выход к LINE. Вот он ставится на 56. Нет, 55. 55-ю ножку. Это вот самая крайняя. Крайняя в верхнем ряду. Ставим сюда. Дальше. Плюсовой. Ставим на 37-ю ножку. Вот так. Теперь плюс на 42-ю ножку. Это 38, 39, 40, 41, 42. Это 38-я ножка получается. Да. 38, 39, 40, 41, 42. На 42-ю. Очень важно не перепутать, потому что можно спалить мозги. 42-я, 42-я, и 27-я. Так, нет. Еще 27-я. Это 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. И на 18-ю тоже идет плюс. Вот так, плюсик. Все. Есть. Проверяем. 19-я минус, 18-я плюс. 37-я ножка плюс. 55-я калайн. 38, 39, 40, 41, 42. 42-я ножка плюс. И 27-я. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27-я тоже плюс. Ну и кнопочка имитирующая. Зажигание. Я вот только честно, я не помню в каком положении она включается. По-моему так выключено, а в любую сторону включить. Ну, наверное, не помню. Все, теперь можно подключать к аккумулятору. Кроме тут тоже так себе это все. В нормальные клеммки, потому что, ну, на самом деле, просто капец. Подключая к блоку управления, очень важно не перепутать плюс с минусом, потому что перепутаете, спалите мозги. к чертовой матери. Как видите, я уже подключил к ноутбуку. Все, все подключено. Теперь нам надо выбрать программу, которой будем прошивать. Программа для прошивки это комби лоадер. Она тоже будет в архиве. Почему? Не хочет открывать порт. Странно. Вполне возможно, что перепутал порты. Все, загрузили комби лоадер. Так, выбираем Микос 7. Выбираем файл. Открыть. И тут уже выбираем прошивку. Все прошивки будут в файлике, в архиве. Пароль на архив вот где-то прямо сейчас, вот где-то, где-то тут должен появиться. Но не забудь с тебя лайк и подписка. Вот я выбираю новую прошивку, которую мне интересно было попробовать. Вроде как она типа стоковая, но что-то там в ней немножко подкрутили. Я ничего не трогал, но мне интересно ее потестировать. Теперь вооружаемся этой кнопкой. Нажимаем запись. Сейчас пойдет соединение. Вот. Даже не пришлось имитировать зажигание. Бывает такое, что оно просто подключил и идет запись. Вот на данный момент идет установка новой прошивки. сейчас посмотрю, как она станет, что, как. В общем, запущу после установки мотор. Может, даже мы с вами. Вот прямо сейчас, как это все сделаем дружно, поедем, покатаемся, потестируем прошивку. и ну и, собственно, вы будете знать уже, как прошивать. Вот, идет копирование флеш, завершение. Все. Закрываем комби-лоадер, открываем его заново и надо посмотреть, какая прошивка стоит. Для этого надо здесь нажать чтение. Соединение. Сейчас должна установка связи пойти. Не пошло. Почему? Потому что надо сделать имитацию зажигания. Выключаем кнопочку чтения, оп, соединения и включаем зажигание. И вот пошла установка связи. То есть, в любом случае, желательно делать вот эту вот имитацию зажигания, потому что оно иначе просто не прочитает. Вот. Чтение флеш. Сейчас посмотрим, то ли прошивка стала. Я каждый раз так проверяю только потому, чтобы понимать, оно стало или нет. Просто бывали случаи, когда прошивка не стала, я катался и оно вроде как бы то же самое, но я же думаю, нет, но прошивку уж поменял, должно как-то измениться. Вот. Да. Прошивка та, которая нужна, стало все четко. Теперь, в принципе, нам да ничего не надо. Вот так можно полазить. Ну, это нам сейчас не потребуется. Все, сворачиваем, отключаем. Как отключать, ребят, на всякий случай, отключайте всегда с плюсовой, отключайте зажигание, кнопочку имитирующую зажигание, снимаете плюсовую клемму, дальше снимаете минус, подключаете от ноутбука, ну, или от компьютера, и дальше просто убираете контакты с блоком управления. как видите, прошивка занимает совсем немного времени, главное подобрать нормальную прошивку. Если не понимаете в настройках, лучше туда не лазить, лучше используйте пока готовые прошивки, и знакомьтесь, читайте, интересуйтесь темой, как прошивать, как изменять прошивки, какие данные корректировать, и так далее. Просто если не зная этого влезть и подкорректировать все, ну, мотор просто не будет работать. Это я понимаю, что моя аудитория это весьма неглупые люди, но тем не менее, может кто-то из новичков посмотрит посмотрит видео и подумает, что поменяю прошивку, изменю конфигурацию и все остальное, и в итоге может получиться проблема. Поэтому, если вы не разбираетесь в этом, не рекомендую что-то менять. Пользуйтесь уже готовыми прошивками, меняйте, пробуйте. На зиму у меня будет другая прошивка, сейчас мне ее подготавливают, потому что я сам не особо шарю во всех этих тонкостях. Мне ее подготовят нормально, я поставлю, поезжу, если будет все как надо, я ее вам подарю. Так, ну а теперь что? Все, собираемся на место, ноутбук нам как бы уже не нужен, ну по крайней мере пока его можно свернуть, ставлю мозги, ставлю аккумулятор, запускаю мотор, если запускается, если все в порядке, выезжаю. Вот сразу хочу принести свои извинения, вот у меня камера закреплена вот так сейчас, звук на камере мне кажется там очень-очень плохо пишет, но к сожалению у меня пока нет возможности купить что-то получше, не знаю какое будет качество на этой камере, но будем надеяться, что хоть более-менее нормально будет слышно, если будет плохо слышно, я попробую остановиться и где-то там, где-то остановлюсь и расскажу что и как с этой новой прошивкой, поэтому ребят, если где-то так себе качество звука, ну, ну, извините, чуть-чуть станут дела получше, возьму камеру повеселее и тогда уже, я думаю, там и звук будет получше, и видео получше, ну, в общем, как-то так, все, а теперь погнали, поедем, узнаем, что как, как работает эта прошивка и насколько она меня устроит. Игорь Негода Игорь Негода Волга хорошая машина, большая, но иногда очень даже неудобная в плане того, что габариты. Как же неудобно залазить, когда место очень ограниченное. Поехали! самая главная проблема, которая меня реально кумарит, это когда еду на скорости включаю нейтралку, и получается, я качусь, а обороты полторы тысячи. Это реально совсем, совсем мне не нравится. И вот может быть с этой новой прошивкой будет нормально. на данный момент обороты держатся ровно тысяча, вот по тахометру вообще без каких-либо движений туда-сюда, вот ровненько держится тысяча. Я сейчас включил даже здесь микрофон, на всякий случай, вернее диктофон. Может в той камере будет плохо слышно, тогда уже как-то сделаю сведение звука. В общем все, сейчас мы едем на дорогу, на трассу, и там попробую, потестирую. и в общем скажу что и как. Долго думал куда его закрепить этот диктофон, но никуда не придумал, поэтому просто положил на сиденье. Будем исходить из того, что будет получаться. Может даже на этой камере запись звука неплохая. Но тряска будет, потому что крепление так себе. Куплю хорошие крепления, сделаю все нормально, будет супер. не забудьте подписаться на канал, поставить лайкосик и обязательно прокомментировать это видео. Почему? Потому что каждый комментарий, каждый лайк, каждая подписочка увеличивает, поднимает рейтинг канала, да, и дает мне определенную мотивацию. Мне хочется для вас делать что-то интересное, показывать что-то интересное из того, что я умею или даже то, что я не умею, мы будем с вами вместе учиться этому. Такой суровый дядька проехал на мопеде. Ну, так едет на данный момент очень даже неплохо. Но это пока. И обороты плавно падают до тысячи. вот сейчас будет интересно, когда выйдем на трассу, когда я ей дам ну, хотя бы там 80-100 кмч. И как она себя поведет, не будет ли опять, не будут ли опять залипать обороты. Очень не хотелось бы, потому что долго я шел к тому, чтобы перейти на датчик абсолютного давления и очень не нравится, когда начинаются какие-то обломы. Вроде старался, делал, делал, а по итогу получается фигня какая-то. давай, давай, поехали, ребятки. Ну, что, разгоняем до сотни, смотрим результат. Ну, набирает разгон она хорошо, мне нравится. Только вот как едешь, блин, как встанет какой-нибудь и не обгонишь его. Ползем, ползем пока чуть-чуть, под чуть-чуть. По чуть-чуть. А, трактор. Трактор. Что, газкоп отдать? Да. Ех. Вау! Бежит супер. Вот сейчас разогнал ее до сотни. Включаю нейтраль, качусь. И вуаля! Падают до тысячи. Вот эта прошивка мне уже начинает нравиться. Но это еще не все. Сейчас проедусь еще чуть-чуть, буду давать разные нагрузки. Как она себя будет вести. Вот если будут нормально обороты опускаться до тысячи, когда еду накатом, когда еду на нейтралке, то меня тогда будет все устраивать. Но довольно-таки резвая, она нормально набирает скорость. Камера прыгает. Ребят, ну простите, простите, пока даже крепление такого нормального не могу купить. Да, нормально падает до тысячи. Во! короче, пока доволен, пока просто супер. На данный момент реально рад. Сейчас где-нибудь встану, наверное, и пару слов еще скажу. Точно, я даже уже знаю, где я встану. встану. Супер, обороты опускаются плавно до тысячи, когда иду накатом. А меня эта фигня очень-очень сильно кумарила. Когда еду, разгоняюсь, ну там разогнался до сотни, даю ей накатом идти, а оно полторы тысячи оборотов. Сейчас четко падает до тысячи. В общем, увидел я все косяки, которые были на видео. Ну опять же, ребят, ну простите, как бы, пока имеем, что имеем, снимаю тем, что есть. Ладно, это все лирика. Сейчас хочу рассказать, что и как. значит, запускаю, еду, в движении разгоняюсь, нормально разгоняюсь, больше сотни давал и перехожу резко на нейтралку, да, включаю, иду накатом. Оборотики падают до тысячи, четко. До этого прошивки, которые я ставил, были, скажем так, ну, меня не устраивали только тем, что почему-то, когда еду, включаю нейтралку в движении, просто обороты держатся в районе полтора. Стоит остановиться, обороты все равно держатся полторы тысячи. Чуть-чуть начинаю трогаться вперед, ну, там, чуть-чуть какую-нибудь нагрузку даю или включаю все потребители, падают обороты и тогда уже плавно спускаются до тысячи. это мне не нравилось, это меня не устраивало. На данный момент мне понравилось то, как ведет себя автомобиль, как ведет себя мотор на этой прошивке. Эта прошивка обязательно будет в файлике, который в архиве, да, который я добавлю и пароль на архив уже был, наверное, в этом видео, а может быть еще будет. Поэтому пользуйтесь, опять же, с вас подписка, с вас лайк, комментарий, это помогает мне, поможет мне развивать этот канал, даст мне мотивацию. В общем, надеюсь, вам тоже будет интересно. Комментарий можете написать любой. Не обязательно писать какой-нибудь супер хороший комментарий. Я прошу, комментарий объективный. Не важно, какой он будет. Мне важно ваше мнение в принципе. Значит, все. Я еду обратно, сейчас заеду в гараж. Уже это я снимать не буду, заеду в гараж и может, если что-то поменяется, я тогда скажу, что поменялось, в какую сторону и насколько это для меня оказалось категоричным. Совсем, ребят, не рекомендую вот такое делать, но я не могу вам не показать то, о чем я говорил. Вот сейчас я ее разгоняю, даю больше трех тысяч оборотов и перехожу на нейтраль. Качусь на нейтралке и обороты падают до тысячи. На предыдущих прошивках такого не было. Вот чего я добивался и чего я хотел. Дальше спокойно включаем пятую и погнали. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!